Добро пожаловать на очередной информационный выпуск, посвященный особенностям конструкции и работы оборудования компании ВТС. Одно из популярных решений для энергоутилизаторов – вращающийся регенератор. Такие устройства хорошо известны, но сегодня мы поговорим о том, какие возможности открываются при их использовании, помимо нагревания воздуха. Вращающийся регенератор в агрегатах ВТС представляет собой конструкция, которая состоит из насадки из алюминиевой фольги, оснащена надежной системой уплотнения и высокоэффективным двигателем, работа которого основана на применении постоянных магнитов. Новые технологии позволяют использовать не только обычные насадки, которые обеспечивают передачу явной теплоты, а влагоперенос осуществляется только в том случае, если температура охлаждаемого воздуха будет ниже температуры точки росы, но и насадки с гигроскопическим покрытием, поверхность которого представляет собой молекулярное сито 3А. Такое покрытие помогает предотвратить перенос запахов или загрязнений с размером молекул более 3 ангстрем из вытяжного воздуха приточной, но в то же время это покрытие способно переносить молекулы воды, размер которых как раз менее 3 ангстрем. Таким образом, мы получаем эффективное увлажнение в холодные и переходные периоды, осушение в теплой и обеспечение высокого качества подаваемого воздуха. Вращающийся регенератор с гигроскопическим покрытием, по сравнению с регенератором без такого покрытия, позволяет добиться более комфортных условий в помещении, так как приточный воздух значительно увлажняется не только в период низких температур, но и при температурах близких к нулю, и снизить эксплуатационные расходы, связанные с увлажнением воздуха. В теплый период года гигроскопический регенератор позволяет уменьшить влагосодержание перед охладителем, а значит и требуемую хладопроизводительность. Таким образом, снижаются не только эксплуатационные, но и капитальные затраты на системы климатизации. Одним из важных моментов в работе вращающегося регенератора является ограничение переноса загрязнений между вытяжным и приточным потоками. Несомненно, в первую очередь необходимо разместить вентиляторные секции таким образом, чтобы статическое давление в части утилизатора, где проходит вытяжной воздух, было меньше, чем в зоне, через которую перемещается приточный воздух. Вторым важным фактором является уплотнение на линии раздела приточной и вытяжной частей. Однако многие забывают об уплотнении по окружности насадки. Обычно в этом месте находится щетка, но вращающиеся регенераторы в агрегатах ВТС оснащены специальным гибким фланцем, который предотвращает движение воздуха через пространство вокруг насадки. Такое решение позволяет избежать движения воздуха в обход теплообменника и гарантировать, что весь воздух будет обрабатываться в нем, а также минимизировать перенос загрязнений между вытяжным и приточным потоками через пространство корпуса утилизатора. Приглашаем использовать все возможности и преимущества вращающихся регенераторов в доступных вентиляционных агрегатах производства компании ВТС. Спасибо за внимание и увидимся в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok